В Польше вор во время ограбления ресторана решил приготовить себе кебаб. Во Вроцлаве около 10 тысяч человек вышли на парад ЛГБТ. Во Вроцлаве прошла рыцарская ярмарка. Как это было? Фестиваль азиатской еды снова прошел в Броваже-Мещанском. Во Вроцлаве состоялся день открытых дверей МПК. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Нифтюрович Екатерина и это новости in Poland. Мы начинаем! В первую субботу октября уже в 13-й раз с радужными флагами и девизом «Хотим полноценной жизни» во Вроцлаве состоялся марш представителей ЛГБТ, чтобы в очередной раз быть услышанными властями и показать, что они заслуживают на равные права со всеми. Сбор и начало мероприятия проходило на площади свободы, где собралось около 10 тысяч человек. Улицами Вроцлава в толпе людей медленно ехали в фургоны, украшенные шарами. Внутри находились диджеи, которые воспроизводили музыку из колонок, а также с огромных букв на одном из фургонов была прикреплена надпись со словом «Любовь». Марш сопровождали более тысячи полицейских. Участники в руках несли флаги с надписями «Нет феминизма без солидарности», «Против насилия власти», «Любовь и дружба», «Полиция убивает», «Вместе против ненависти». Протестующие в том числе выступали за право вступать в однополые браки, право быть свободными, отстаивали равенство, а также выступали против дискриминации. Марш равенства в Абросове прошел под патронатом Европейской комиссии и президента Врослава Яцика Сутрика. От имени городских властей на марше выступил советник президента по вопросам толерантности и противодействия к тенофобии Бартоломе Чижински. Среди выступающих также была Терри Райтке, немецкий депутат Европарламента «Зелёные», член группы ЛГБТ в Европейском парламенте. В минувшую пятницу полицейские скольно получили сообщение о проникновении в здании, где размещалось кафе. Злоумышленник проник через окно, сломал гипсокартон и попал в ресторан. Жертвой грабителя стали электроприборы, деньги и продукты питания. На одной из записей видно, как грабитель решил приготовить себе кебаб из продуктов в баре и съесть его прямо в ресторане. Владелец здания ценил в ущерб в более 6500 злотых. Преступника поймали с помощью видеозаписи, которая велась в помещении. Им оказался 17-летний житель гмины Кольна, хорошо известный полицией с предыдущих нарушений закона. Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В субботу 2 октября любители общественного транспорта могли посетить трамвайное депо Гай на улице Барницкой. Врославский перевозчик организовал фестиваль, во время которого можно было взять на себя роль моториста и управлять трамваем. Наибольший интерес у любителей общественного транспорта вызвали старое табло с маршрутами, которые были заменены электронными дисплеями. На одной из самых больших достопримечательностей дня открытых дверей Врославского МПК была возможность проехаться трамваем Шкода 19Т, известным пассажиром как Линия 31. В депо также состоялась выставка подвижного транспорта, а для детей было организовано много других развлечений, а именно мастер-классы по рисованию, батуты и мыльные пузыри. Как и каждый год, в первое воскресенье октября в замке Блесницы была организована историческая ярмарка. Покровительницей ею является святая Ядвига Селеска, которая, будучи женой Гинриха Первого Бородатого, пребывала в Блесницком замке в первой половине XIII века. На территории вокруг замка свой лагерь разбило братство замка Гродно. Каждый мог увидеть вблизи настоящие рыцарские доспехи и боевые инструменты, а также увидеть чрезвычайно захватывающий и реалистичный бой рыцарей. Вечером здесь состоялась грандиозная битва за замок, а в перерыве между боями на сцене выступали народные коллективы. Организаторы также подготовили мастер-классы для детей, на которых можно было изготовить для себя меч, щит или конек, а также собственноручно изготовить равяные шарики для ванн. На ярмарке ремесленники и производители местной еды предлагали свою продукцию, а художники – оригинальные украшения ручной работы, игрушки и аксессуары. Врославский азиатский фестиваль снова прошел в Браваже-Мещанском. Было много, было вкусно, было разнообразно. Рамен, пельмени димсум или корейское барбекю – это всего лишь час предложений для участников. Конечно же, не обошлось и без кулинарных шоу в красивой восточной оправе. Мероприятие проходило два дня. Гости как будто перенеслись на континент великих географических и кулинарных контрастов. Выпуск наших новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых последних событий в Польше. Всего вам доброго! Увидимся через неделю! Субтитры создавал DimaTorzok